В Славянском районе продолжается строительство и реконструкция важных социальных проектов, таких как дом купца Мазепы, городской стадион, спортивный зал в 4-м лицее, пристройки к детским садам и ряд других. Сроки выполнения ремонтных работ и их качества проинспектировал лично глава района Роман Синеговский. С подробностями мои коллеги. Выездную рабочую планерку глава района начал с посещения трех детских садов, где сейчас возводятся дополнительные пристройки. Все работы выполняются согласно графику. Идем по плану. Сейчас мы очищаем, мы уже переходим, воду кидаем, коммуникации, длинновесы, делаем два навеса. Всего в этом году в детских садах Славянского района появится 140 дополнительных мест. Три большие пристройки возводят на территориях детских садов номер 1 и 17 в Славянске на Кубани и в детском саду номер 41 поселка Совхозного. По завершении строительства будут открыты семь групп, в том числе ясельные. Строительство ведется по краевой программе в рамках нацпроекта образования. До конца года эти три объекта будут построены. Времени мало. И еще раз, переносить сроки там никто не будет. И тут сроки переносить тоже никто не будет. Все вовремя, с хорошим качеством, все должно быть здесь. Еще один крупный строительный объект, который посетил глава района, это универсальный спортивный зал на территории 4-го лицея. Строят его по краевой программе. Общая стоимость работ свыше 30 миллионов рублей. Этот объект был жизненно необходим лицею. Здесь учатся более 900 учеников. Уроки физкультуры проходили в единственном зале площадью меньше 200 квадратных метров, что, конечно же, создавало неудобства при составлении расписания урока физкультуры. В новом здании будет большой зал, раздевалки, душевые. На улице построят две современные спортивные площадки. На данный момент основной объем работ по строительству зала выполнен. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории. Завершить объект планируется к октябрю. Не менее масштабные работы проведены в художественной школе, которая размещалась в доме купца Мазепы. Он внесен в краевой реестр памятников, истории и архитектуры. Благодаря поддержке губернатора здание полностью отреставрировали. В этом году по плану благоустройство прилегающей территории. Ремонтные работы уже начались. По проекту благоустройства двор будет оформлен в этническом стиле с использованием современных качественных материалов с красивым озеленением. Также строители установят новое ограждение. Будет обустроена входная группа со стороны улицы Школьной. В ходе рабочей поездки Роман Сенеговский посетил и городской стадион. Там полностью завершена реконструкция всех спортивных зон. Обновлен газон на футбольном поле. Зеленое покрытие теперь соответствует всем требованиям. Последним этапом реконструкции станет строительство административного здания для тренерского состава и трибун для зрителей. Сейчас ведутся подготовительные работы. Строятся спортивные объекты и в сельских поселениях. На территории 43-й школы Кутера-Барониковского возводится универсальная спортивная площадка. Строится она по краевой программе. Ее стоимость порядка 4 миллионов рублей. Завершить строительство планируется к началу учебного года. Еще один объект, который посетил глава района – офис врача общей практики в поселке Целинный. Там сейчас подготовлена площадка под будущее здание. Завершить строительство планируется к концу года. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».